Чарли облакнулся и петля обвела шею дверь. Приключение в пещере. На следующее утро Кагикар полетела на разведку. Вернушись в полдень, она сказала, «Ничего не получится, полицейские стоят на всех дорогах». «Нужели все пропало?» Распортизли с накамели. «Но мы не сможем помочь нашим друзьям», — Кагикар сказала. «Еще в детстве я слыхала от дедушки старого ворона, что в башне ведет подземный ход». «Правда, дедушка говорил, что ход давным-давно заброшен, потому что в нем завелись чудовища. Я боюсь только полицейских», — призналась Элли. «В общем, если мы прогнались от безумных тигров, то с подземными чудовищами как-нибудь справимся?» «Но как узнать, где начинается ход?» — спросил Маяк. «Пусть Элли воспользуется волшебным свисточком рамины», — предложила ворона. «Мыши везде ж ныряют, наверное, они знают и про подземелье». «А вдруг свисточек не подействует?» — сомнилась Элли. «Попробовать-то можно!» — сказал Татошка. Элли-то разбула в сремный свисток. С рамеем затоптали кохотные лапки, и перед обрадованной Элли появилась рамина с кохотной золотой короной на голове. «Свисточек вновь получил свою силу в волшебной стране. Как всегда, неугомонная Татошка с лаем кинулся на мышку, но Элли успела отрутить его на руки. Блин, Татошка сам предложил и сам побежал на неё. Эх!» Королева-мышь сказала. «Здравствуйте, милая фея! Этот маленький чёрный дверёк всё так же не любит наше племя. О, Ваше Величество!» — отсекну Элли. «Простите меня, я потревожил вас. Ваше Величество, где-то в окрестностях есть фор подземный коридор, ведущий в трёмную башню. Могите нам найти его. Это легче делать, чем вывезти льва из макового поля!» — ответила армина. Она хлопнула передними лапками, и к ней подбежало несколько фрейлин. «Смотрите моих подданных и живущих в этой местности!» — показала королева. «Будет исполнено Ваше Величество!» Фрейлины исчезли, и вскоре возле королевы начали собираться маленькие мыши, средние мыши, большие и старые мыши. Одну древнюю старушку-мышь, три правнучки привезли на листе птифыгуса. Она лежала на спине и беспомощно болтала лапками в воздухе. Захав приказ королевы, мыши разбежались во все стороны, только старушку попросили остаться на месте. «Вам, бабушка, нужен покой!» — сказала ей королеву. «Вы много проводили на своем веку!» «Да, я много и славно поработала!» — крышанкила старушка беззубным в том. «Сколько ей сгрыз два бойца вкусных стыров и толстых дырных колбас!» «Сколько котик одурачилось!» «Деда, твою зынь!» «Сколько мыстат вылила воюдной норке!» Старая мышь закрыла глаза и погрузилась в блаженную дремоту. «Милая сестра!» — сказала девочка королеву мышей. «Вы правильно решили воспользоваться подземным ходом, но и там можете столкнуться с большой опасностью. Чудовищами, которые там завелись, — спасалили!» «Насчет чудовища я ничего не знаю, но в этих краях над подземлей лежит страна рудокопов!» «Подземная страна рудокопов?» — сказали, — стали круглыми от умерения. «Возможно ли это?» «В волшебной стране всё возможно!» — спокойно сказал Рамина. «Они злые!» — дрожащим голосом с представляющих. «Как сказать?» «Подземные рудокопы никого не трогают, но они не терпят, чтобы кто-нибудь вмешивался в их дела. Даже с теми, кто пытается посмотреть, как они живут, они обращаются очень злово. Если вам придётся встречаться с подземными рудокопами, будьте осторожны и постарайтесь не разгневать их. А почему это называют рудокопами? Видите ли, они там у себя добывают разные руды и выплавляют из них металлы. Не только металлами богата их страна, там множество изумрудов. Их тоже есть изумрудный город? Нет, изумруды и металлы они отдают верхним жителям в обмен за зерно. Фрукты, плоды и другие съестные репарсы. Это у них Гудвин приобрёл изумруды. Они строили ему недёшево. Но он не считался с расходами, когда строил их халебный город. Значит, рудокопы иногда выходят на поверхность. Их глаза не выносят дневного света. И смена происходит... Как вы правильно писаете? Мена. Имена происходит ночной порой вблизи отхода в их страну. Эли хотела, ой, ещё спросить у Рамины о жизни гудокопов. Но в это время начали возвращаться посланные на разведку мыши. Они приходили сконфуженные. И когда собрались все, выяснилось, что ни одна из них не обнаружила никаких признаков отземного хода. Не стыдно за вас мыши, с негодованием сказала королева. Неужели ваша победительница сама должна идти на розыске? У них нет, 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 замечали мыши. Мы снова спустимся в разведку, и тогда... Подождите, детки, сказала... Подождите, детки, сказала старая мышь. Когда я была молодая, я видела на востоке отсюда... В пятнадцати тысячах сагов в стене дорослого врага. Какое-то отверстие. Не это не выясните. О, наверное, это самое, востоке, кричала Эли. Спасибо, бабушка. Королевья мыши вернула достоинство, и она сказала... Идите в то направление, милая сестра. Но если это не тот ход, призовите меня, и я снова явлюсь перед вами. Все мыши мгновенно исчезли к великому разочарованию Татошки, который мечтал, что ринется в эту огромную стаю и наделает в ней переполоху. Пёсик сбегал на разведку и убедился, что поблизости нет врагов. Какие враги? Ты чё? Ты чё, пёс, блин, барбос? И компания двинулась на восток. Когда было пройдено по расчёту 15 тысяч машинных шагов, показался обраг, и в нём путники нашли полуобвалившиеся отверстия, из которого тянуло сыростью и гнилью. Конечно, это то самое, закричала Эли. Татошка принюхался и сказал стрелокой, «Не нравятся мне запахи, которые идут оттуда». Лев принялся работать своими мощными лапами, прощищая проход. Тем временем одноногий моряк срубил молистую с озёнку и подготовил два десятка факелов. Путники осторожно вошли в подземную галерею. Первым шёл лев, ворона сидела на него на голове. За ним Эли с Татошкой на руках. В шествии замыкал моряк Чарли, держа над головой зажжённый факел. В старом и мрачном подземном ходе никто, по-видимому, не бывал уже десятки лет. Солстые крепи, поддерживающие потолок и стены, позеленели от времени и проросли мхом. В углублениях земляного пола стояли лужи воды, в которых копошились отвратительные слезняки. Эли переезжала через лужи на спине льва. Воздух становился всё тяжелее и удушливее, ход спускался вниз. Потом он начал снижаться настолько круто, что в полу были вырублены ступеньки, и он превратился в лестницу. Вдруг перед путниками открылась огромная пещера с каменными стенами и потолком. Она была так велика, что дальний край её терялся во мраке. Эли в испуге прижалась к крылу. «Как тут пусто и страшно!» – прожертвовала она. Ворона полетела вперёд. Чарли Блэк зажёг второй факел и подал его Эли. Подал. Он прошёл вперёд и медленно продвигался, ощупывая почву дорожной палкой. Путники прошли около тысячи шагов, миновав входы несколько боковых глютов, когда навстречу им метнулось, как и кар с воплем. «Здесь страшное чудовище!» При свете факелов стало видно, что из тёмного отверстия в стене пещеры вылезает какой-то огромный неведомый дверь. У него было толстое, круглое туловище, покрытое густой белой шерстью, и шесть коротких, толстых лап с длинными когтями. Голова чудище круглая и толстая, ведь сидела на короткой шее, и в широко раскрытой пасти пятнелось множество коротких острых зубов. «Ой, шестилапый!» – страхивоцикнул Эли, отступая. Самым странным наружности шестилапого были его огромные круглые белые глаза, в которых отражался боговый свет факелов. По-видимому, глаза эти в привычной к темноте были осветлены внезапным светом. Зверю приходилось надеяться только на чутьё. Он стоял на своих массивных лапах и принюхивался, расширяя большие круглые нозды. Незнакомый запах живых существ раздражал его. Он испустил низкое крыблое рычание. На это рычание смелый лев ответил громовым лёвом, эхо которого покатилось под сводами пещеры. «Да пропустите меня!» – кляпнул лев. «Я ему пообору лишние лапы!» Он прыгнул вперёд и со страшной силы ударил шестилапого грудью в бок. Намерение льва было сбить противника с ног и прервать ему когтями горло. Но зверь на своих шести низких толстых лапах стоял непоколебимо, как скала. Лев покатился по земле, задавившись от чудовища шестилапой с неожиданным для него массивной туши прорывовством запнул льва зубами за плечо. Лев понял, что имеет дело с очень опасным противником и изменил своё поведение. Он закружился вокруг шестилапого, стараясь зайти сзади. Но тот, руководимый не то чутьём, не то острым слухом, всё время держался головой к врагу. Чарлим учительно соображал, чем можно помочь Леву. Он вспомнил про лассо, сбесевшую у него на югзаке, и сунул свой факел Элли. Хорошенько свети, девочка. Удивительная вещь. До этого Элли дрожала от страха, но как только её ей поручили ответственное дело, страх сразу исчез, и девочка думала лишь о том, как бы у неё не показали факелы. Если бы это случилось, все преимущества оказали бы на стороне шестилапого, привыкшего к подземной тьме. Маяк Чарли взмолкнулся, и петля обвела шею зверя. Чарли потянул аркан с проклятием... А, и с проклятием отпустил его. Двинуть с места шестилапого было всё равно, что опрокинуть дом. Кхм-кхм-кхм-кхм-кхм. Все описанные события произошли очень быстро. Лев ещё кружился вокруг шестилапого, стараясь зайти ему в тыл, когда в войну вмешал скотикар. Она отпустилась на голову, зверя и начала долбить его своим острым клювом. Страшная боль заставила шестилапого позабыть осторожность, и он отчаянно замотал куклу пашкой, безуспешно пытаясь сбросить маленького, но дерзкого врага. Хм-хм. Воспользовавшись этим, лев вскочил на спину противника и принялся рыбать его когтями. Но шкуру зверя оказалась такой крепкой, что в воздух летели только клочья белой шерсти, цепляя глаза льву. Шестилапый раздраженный тем, что на его спине хозяйничает враг, льву покатился по земле. Он раздавил бы льва, но тот оказался в пророне и успел спрыгнуть. Креплодыша шестилапый перекатился через себя и встал на ноги. Все приходилось начинать сначала, но зверя оказался неуязвимым. А войти его и продолжать путь представлялось опасным, шестилапый наверняка пустится в погоню. В этот момент случилось то, чего никто не ожидал. Воспользовавшись тем, что шестилапый все время держался головой к смену льву, Элли подскочил и к чудовищу сзади, и с пронзительным риском ткнуло горящими факелами в его бока. Загорелась густая свалившаяся шерсть, в воздухе противно запахло паленым рогом, и шестилапый, своим, похожим на раскаты отдаленного грома, помчался в темную темноту, сбив по дороге льва. Нестерпимый бой гнула зверя вперед, он мчался как-то нелепо, выбрасывая толстые ноги, а наши путники побежали в противоположную сторону. Но как не быстро они опустились в бегство, моряк успел подходить аркан, свалившись из шеи в жестилапого аркан еще мог понадобиться. Продолжение следует.